Всем привет! 38-й выпуск подкаста, а на дворе апрель 2016-го. В гостях LinkMeUp компания LTEX. В лице Андрей Сотников, специалист отдела развития, Артем Спицын, руководитель проектов направления VoIP и Александр Князев, руководитель проектов направления ШПД. Привет, ребята! Да, коллеги, доброго дня! Всем привет! Добрый день, добрый день! Во-первых, хочу сказать спасибо Антону Клочкову и Саше Фатину за то, что свели LTEX и LinkMeUp. Возможно, этого подкаста не было бы без них, ребята, спасибо! Не без труда, мы выбрали время и, наконец-то, вы можете послушать, как работает еще один российский производитель телекоммуникационного оборудования. Ну и недолго, не затягивая надолго, передаю слово Наташе и открываем рубрику новостей. Новости будут удивительные. В первую очередь, наверное, самую близкую к нам тему. Я хочу упомянуть про то, что в прошлом месяце состоялся релиз новой версии сетевого эмулятора Unit Lab. Версия 1.0 вышла, уже есть под версией 1.0.4 и 1.0.0.6. Я лично не успела попользоваться версией 0.9, поэтому я вижу, что у него классный интерфейс. Может быть, кто-то из вас может более широко описать изменения, которые произошли между этими версиями. Можно описать не изменения, а тот факт, что на нашем прекрасном форуме обитают разработчики Unit Lab и действительно оказывают поддержку по поводу где-то что-то сломалось и где-то что-то не работает. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, можете непосредственно с разработчиками общаться на нашем форуме. Да, поддержка действительно активная. Миша появляется практически в любом месте, где есть слово UNL, Unit Lab, Unified Networking Lab и что-нибудь такое. И слово не работает. Ну и раз уж такая тема, мы хотим еще раз сказать спасибо Unit Lab за их поддержку, за то, что они сделали для нас такую платформу специально и за то, что они наши спонсоры. И главный приз, который они предоставляют нам, это письменный экзамен CCI для лучшего из группы CCI за год. Ура! В общем, на самом деле, ребята большие молодцы, потому что проект довольно быстро развивается и достаточно хорошо. У меня есть к ним один вопросик, я его потом задам. А ты про нас или про UNL? Я про UNL. Ну, у меня же у них проблемы с производителями. CCI за год тоже быстро развивается. У нас уже два человека из основной группы вылетели. Треть говорят на подходе, который не сдает свои работы вовремя. Кто это так сказал? Не волнуйся, пока не про тебя речь. Что? Есть еще такие? Есть. Есть, кто сделал меньше. В общем, я надеюсь, что все мы возьмемся за ум и все сделаем. Ну, хватит уже про CCI. И так уже сколько выпусков посвящено. Следующая новость касается нашего космоса российского. В декабре 2015 года в эксплуатацию была введена многофункциональная космическая система ретрансляции луч. С таким типичным российским названием. На ее базе в начале 2017 года ожидается организация высокоскоростного канала для связи российского сегмента МКС с Землей. Для сравнения, сейчас установленная аппаратура на МКС передачи данных использует канал 256 килобит в секунду. Но когда в начале следующего года будет запущена новая система, то скорость вырастет аж до 150 мегабит в секунду. По-моему, это просто рывок. Рывок. Ну и, наконец, еще минутку бонусом. То, что сейчас орбитальная станция находится в зоне устойчивой связи с Центром управления полетами в Королеве только 2,5 часа в сутки. Все остальное время передача данных идет через американскую систему. Соответственно, луч и здесь нас спасет. Вот интересно, если это значит связь с нашим сегментом, то у них там нету практики расшарить Wi-Fi к другу. То есть, если у кого-то интернет упал, то все. Нет, я не думаю, что они не будут делиться, но просто сам факт того, что связь с нашей МКС идет через американскую систему, нашей власти особенно, наверное, не устраивает. Ну, наверное, да. Но вообще интересно, что они делают с таким каналом связи. То есть, если... Конечно, наверное, нельзя сказать, что им хватает 256 килобит сейчас, но если это будет 150 мегабит, видимо, им разрешат качать торренты. Когда им придется разрешить рутрекер. А они будут через американскую систему. У них-то не закрыто. А на орбите требуется предоставлять персональные данные, если хранить там какую-нибудь информацию? Как это регулируется? Как в нейтральных водах? Нам срочно нужен космонавт подкаст. Да. Для консультации. Или кто-то из СУПа, кто отвечает за интернет на МКС. Не, на самом деле, тема была бы интересная. Так что, дорогие слушатели, если у вас реально есть такой знакомый, или вы случайно сейчас сидите в СУПе, напишите нам. Мы вас позовем. У нас, кстати, был уже репортаж с АЭС. А, да, кстати. Так что, тема, конечно, не смежная, но тоже было бы прикольно послушать. Ну, в общем, мне кажется, как любая тема, когда мы увидим, как телеком проникает во всякие вот такие отрасли, которые... Не телеком, но без нас им было бы трудно. Поехали дальше? Поехали дальше. На дороге к новому поколению мобильных сетей 5G разработчики делают все новые и новые успехи. И не только в лабораторных условиях, в том числе активно такие страны, как, например, Германия, Сингапур и Канада пытаются переводить своих абонентов на 4,5G технологии. Так они называют очередную разработку. Это мобильная сеть с поддержкой MIMO технологии, где используются 4 канала на передачу и 4 на прием. Было посчитано, что пропускная способность сетей с использованием этой технологии на 20% вырастает для мобильных телефонов с поддержкой 2T2A. И при этом для мобильных телефонов с поддержкой 4T4A выросла на 80%. Но это еще не все. В лабораторных условиях также было проведено исследование инженерами из университетов Бристоля и Лунд. Они работали совместно с сотрудниками с компанией National Instruments. И это исследование показало, что массив MIMO может дать 12-кратное увеличение эффективности использования спектра по сравнению с технологией сотовой связи 4G. Они собрали базовую станцию аж со 128 антеннами на одной базовой станции. Эта система, использованная для демонстрации, работает на несущей частоте 3,5 ГГц и поддерживает одновременное беспроводное подключение до 12 отдельных клиентов. Каждый клиент разделяет радиоканал до 20 МГц. И передача данных осуществляется с использованием сложного алгоритма цифровой обработки сигналов, направляющей отдельные потоки данных в области пространства, увиденной антенной решеткой. И еще немножко цифр. Демонстрация технологии показала пропускную способность почти в 80 бит в секунду на ГГц. Это соответствует суммарной скорости передачи 1,59 ГБит в секунду на канале 20 МГц. Ну или 20 МГц, а 1,5 ГБит в секунду, это же на самом деле очень хороший результат. Потому что до этого все шло путем, ну не все, но много было тестов, когда просто расширяли пропускную, точнее вот эту, ширину канала. Да, в основном за счет расширения канала. А там особо это сильно не расширишь в реальной сети коммерческой. И тогда сразу перейдем еще про скорость и про оптимизацию. Сотрудникам Политехнического университета Гонконга удалось поставить мировой рекорд по скорости передачи данных по оптоволокну для центров обработки данных, достигшей 240 ГБит в секунду. На самом деле, прочитав эту новость, возник вопрос, почему именно для центров обработки данных, почему они используют это везде. Может быть, это объясняется только тем, что они передавали данные на расстоянии примерно в 2 километра, чуть более, и скорость в 24 раза превышала существующие параметры, доступные на рынке связи. И, собственно, в чем основное преимущество, то, что им удалось этого добиться с использованием дешевых средств. То есть, они провели статистику по передаче, ну, собственно, оптики в канале. И если обычно сигнал передается, скажем, с непредсказуемыми погрешностями, то они умудрились как-то прочитать примерно. И в результате используют этот свой алгоритм, они используют не такие дорогие материалы для кабеля, ну, и, соответственно, это значительно удешевляет вообще использование таких каналов. То есть, речь была о том, что ограничение скорости связано с тем, что при ее увеличении искажения становятся слишком большими, и в итоге скорость все равно падает. Да, а они с искажениями борются не улучшением качества материалов, из которых стоит линия и приемно-передаточные устройства, а за счет обработки Big Data вот в процессе передачи они смотрят, какой характер имеют искажения, и эти искажения они программно исправляют на принимающей стороне. Ну, то есть, такое прикольное решение. Я такого еще не видел. В общем, все оптическое уплотнение каналов как-то на это смотрят, потому что 240 гигабит в секунду, по-моему, это уже не фантастика. Ну, не сказать, что это обыденность, но для DVDM, как нам тут Александр Князев подсказывает, у Huawei сейчас рекорд 400 гигабит. Про что я могу сказать, что у нашего российского разработчика Т8, который впереди планеты всей, на мой взгляд, 400 гигабит, это уже они чуть ли не между городами себе делали. Это речь о DVDM все-таки для организации линков не между, не внутри ДЦ. Не, ну почему? Если ты богатый Буратино и можешь оптическое уплотнение каналов поставить на каждое волокно, то как бы пожалуйста. Но я к тому, что, ну не знаю, 240 гигабит, но не такая уж и скорость, на мой взгляд. Не, ну, DWDM это решение, как ты правильно сказал, для богатеньких. Ну, я не знаю, конечно, какова будет стоимость решения у этих ребят, но она предполагает, что это будет гораздо ниже. То есть, чтобы ты в Соде не разворачивал DWDM. Да, я думаю, в первую очередь здесь не только большая скорость, а именно то, что большая скорость настигнута на дешевом образом. То есть, это большая скорость без систем спиртального уплотнения. Это важно. Да, да, да. Ну и уже переходя немножко ближе к нашим реалиям, хочется упомянуть, я думаю, что те, кто заинтересованы в этом, они и так прекрасно знают, что с 19 по 21 апреля в Москве пройдет международная выставка и конференция перспективных информационных и коммуникационных технологий для бизнеса «Экспо.ком. Россия-2016». Я так пробежалась по участникам, там такой интересный состав, там и «Мегафон», и «Циска», и «Майкрософт», и еще какие-то куча-куча более или менее известных компаний, в том числе, я увидела там «ЛТЭКС». Конечно. Да. Зал номер 2, зал номер 2, стенд 22, Е47. Спасибо, ребята. Если мы послезавтра вылетим в Москву, то обязательно посетим. Я, к сожалению, на неделю позже буду в Москве. Ну, мы представляемся на этой выставке традиционно ежегодно, так что в следующем году будет шанс, я думаю. А что вы будете представлять? Что-нибудь новенькое будет? Да, конечно. Как традиционное оборудование, так и новиночки все наши покажем. Если стоять на месте и ничего не разрабатывать, то очень быстренько нас обгонят и не дадут работать. Поэтому новинки появляются каждый год. А мы знаем, да, что у вас появляются новинки. Да, тут надо заметить, что нас с Наташей, начиная с прошлой недели, объединяет нечто большее, чем просто дружба между ведущими подкаста. У тебя же дети. С легкой руки наших друзей на прошлой неделе мы оказались небольшой компанией на фабрике LTEX в Новосибирске. И посмотрели процесс от и до, и нам даже рассказывали про некоторые как раз ваши новиночки. Правда, я думаю, их пока не будет на экспокоме, но это было интересно. И тут надо сказать спасибо Андрею за организацию и Веронике, которая была нашим гидом в течение этих полутора часов чудесных. Да, было очень интересно, спасибо. Да, вы можете сами сказать себе спасибо. Спасибо Антону Кулачкову, спасибо Фатину. И спасибо такому замечательному мероприятию, как Бирин, который объединяет всех связистов. Мы как раз на одной из таких познакомились. Ну и тогда надо спасибо сказать нашему любимому питерскому комфортеллу-провайдеру, который все это организовывает. И получается, он нас всех ввел. Кругом спасибо. Всем спасибо. В общем, телеком работает на знакомствах. Все. Я сам хоть и работаю в Вендоре, но процесс производства видел вживую впервые. Приехали оттуда полные впечатлений. И когда мне Андрей сказал, что нас проведет Вероника специалист по маркетингу, мы поднапряглись. Я подумал, что будет что-нибудь такое про то, какое у нас хорошее оборудование. Покупайте, посмотрите. Но на самом деле было здорово. Вероника технически подкована, по крайней мере, в тех вещах, про которые она рассказывала. И была экскурсия действительно от того, как плата проектируется, до того, как она производится прямо в цехах, в помещении. Все здорово. Так и даже после уже, когда ее и тестируют. Ну да, конечно. Да, спасибо вам большое. Вы были очень внимательны, видимо. Все подметили. На самом деле мы очень рады всегда гостям, когда приезжают уже своими глазами, смотрят, что вот действительно в России у нас что-то производят, что-то разрабатывают, сами делают. И это очень хорошее впечатление производят. Мы очень рады гостям за то, что вот они приезжают и за тем таким сарафанным радиом, а то и вот за счет своих подкастов разносят об этом новости. Это надо действительно показывать, есть чем гордиться. Ребята, тут следует задать вопрос. Экскурсии открыты для каких-то избранных людей или можно собрать там, ну любые наши слушатели, например, могут собрать компанию и заявиться? Да, конечно. Необходимо просто согласовать заранее. В принципе, ну для любых экскурсий мы открыты. Всегда показываем, всегда рассказываем о нас. Но группа не более 10 человек, если в один день желательно. Потому что больше на производстве там проблематично провести. А с кем согласовывать, куда бежать-то? Да, можно прям со мной. Мои контакты есть? Вконтакте, в принципе, можно писать. Ну хорошо, мы оставим под подкастом. Да, мы оставим твои контакты и в любом случае можно писать нам на info.sobaclinkmap.ru. Мы сведем с кем надо, с любым гостем. Но посмотреть было на что на самом деле. Мне очень понравилась сама линия, где на платы напаивались элементы. И отдельная комната, чудесная комната, наполненная цветами и женщинами. Мне очень понравилась фраза цех штыревого монтажа. Да, это помещение впечатлило. Это оазис внутри вот этого технологического здания. Спасибо вам. Да, очень наши замечательные сотрудницы стараются всегда, украшают свое место работы. Но на самом деле вы видели, да, самый зрелищный этап производства. Это и монтаж элементов на схемы, штыревой монтаж. Да, это действительно то, на что можно посмотреть. Не, на самом деле нас проводили по всем комнатам, рассказывали про то, как ребята работают, знакомили. И вот в комнате, не в комнате, правильно, наверное, говорить, а в том отделе, где занимаются конструированием, я увидел, как люди создают эту схему. То есть вот там есть шесть тысяч элементов, грубо говоря, на плате. И вот как это между ними дорожки, как их располагает на плате, как эта многослойная плата потом проектируется. Это даже, может быть, впечатляет больше, чем та бездушная техника, которая просто клепает эти элементы на плату. Да, очень рад, что вы это подметили. Это как раз об этом я хотел сказать, что большая часть работы, конечно же, не такая зрелищная. Не самая зрелищная часть работы у наших программистов и разработчиков. Но не надо про них тоже забывать, потому что это также основная. Потому что помимо схемотехнической части мы пишем также полностью свой софт. Все программное обеспечение наше абсолютно. Наши разработчики, они очень молодцы. Это не секретная информация, если я расскажу, как все-таки происходит процесс. Ну, просто вот в двух словах про каждый этап. Чтобы слушатели, может быть, кто с этим не знаком, узнали. Да, конечно, конечно. Вы расскажете, Илья. Ну, я могу рассказать, а ты будешь дополнять. Просто я, может быть, освежу эту информацию в голове. Нас просто провели по всем практически шагам. И это было интересно посмотреть на полный процесс. Начинается все с разработки самой платы, где принимается решение о том, какие элементы будут вообще на плате, как они будут друг с другом взаимодействовать, какие чипы, какие транзисторы, резисторы и так далее, конденсаторы. Потом эта информация передается в отдел конструкторов, которые располагают эти элементы уже на будущей плате. То есть до этого это была просто логика работы. На этапе, где работают конструкторы, появляется уже внешний вид платы, как он будет выглядеть потом. Правильно говорю? Да-да-да, все совершенно верно. После этого плата отправляется на изготовление. Ну, если, опять же, это не искать информация, платы у вас изготавливаются сами в Китае, многослойные? Да, все верно. И действительно, проблема в том, что в России, к сожалению, уже не осталось в высокотехнологичных виде производственных, где мы попечатали платы текстолит сам, расшивали их на 24-26 слоев. Мы это уже используем вовсю, в тех же наших коммутаторах. И да, мы заказываем производство именно текстолита в Китае. То есть это не готовые платы с элементами, это именно текстолит с разводкой. А то есть свой заводик по производству текстолитовых плат, это сложно слишком. Ну, нужно раза в три больше LTEX-а заводик. Понятно. Я думаю, при том объеме это не окупается. Да, конечно, конечно. Каждый должен заниматься своим делом, грубо говоря. Есть специалисты в области производства текстолитовых плат, мы специалисты немножко в своей отрасли. Если возникнет потребность, если будут действительно крупные заказы, и это будет востребовано в России, то я думаю, почему бы и нет, возьмемся за это. Такое, когда эта плата приходит к вам, мне понравилось, что у вас есть несколько линий, которые с одной стороны плату вставляешь, а с другой стороны вынимаешь плату уже с нанесенными практически всеми мелкими элементами. В процессе она там накладывается на нее паста, как она называется? Термопаста? Нет, не термопаста, а для напаивания сверху потом элементов. Это флюс. Да-да, почти как диагноз. Вот, наносится эта паста, наносятся потом сами элементы, там такие бобины стоят, бобины надеваются на этот автомат, автомат сам берет, сколько ему нужно, каких нужно элементов, располагает на плате, и в итоге через какое-то время, я так понимаю, счет идет на минуту, и с другой стороны этой линии выходит плата практически со всем, что на ней должно быть. Потом эта плата отправляется в цех штыревого монтажа, где сидят чудесные женщины, и куда они берут мужчин работать, потому что они не справляются с этим. И где напаиваются оставшиеся элементы, какие-то крупные. И после этого, собственно, плата или оборудование готово практически. Да-да, практически все верно. Только между этапом поверхностного монтажа на линии и штыревым монтажом еще обязательной проверкой контроль. То есть сама линия осуществляет часть контроля за счет того, что она фотографирует уже готовую, плату и сверяет ее с определенной матрицей. Если элемент немножечко неправильно поставлен, либо что-то не то, он отправляет уже на контроль отдельный специалистам. То есть эта плата помечается на подозрительное. И также сама линия. Она, когда берет каждый элемент отдельный, и прежде чем поставить на плату, она его фотографирует и отдельно замеряет, правильно ли она взяла, правильно ли его хватило, чтобы все ножки элемента, все шарики попали в нужные свои места на плате. Это то есть можно потом отследить бракованный элемент, или она не видит учет? Да, конечно. Она именно скажет то, что на эту плату требуется обратить внимание. И ее же в ручном порядке осмотрят. Круто. Ну, я еще забыл этап разработки программного обеспечения, который может быть и не самый заметный, но, можно сказать, самый важный. Процентов 60 минимум. Конечно. И он, отмечу, абсолютно российский. И у вас какие-то подрядчики, как их назвать, у которых вы какие-то модули закупательств, они тоже российского производства? То есть, я так понимаю, все равно не все абсолютно пишете с нуля сами? Ну, что касается части телефонии, например, у нас есть продукт замечательный, наш SoftSwitch. Он написан с нуля полностью на языке Ирланга. Не, ну а если взять, мне-то ближе телеком, ну, я имею в виду в плане сетевого оборудования, то есть коммутаторы, маршрутизаторы, какие-то модули, которые отвечают там за BGP, за OSPF, MPLS, это тоже с нуля с вами пишется или все-таки какие-то берутся готовые? Ну, я, наверное, тут лучше отвечу. Здесь есть, у нас известно, что в наших коммутаторах, да, и маршрутизаторах используются чип-сеты MARO от самых топовых линеек, да, и Broadcom. Получается, все равно какой-то исходный модуль имеется, но 90%, да, то есть всего функционала дописывается уже нашими разработчиками. Да, собственно, поэтому, когда у нас выходит новое оборудование на рынок, мы его тестируем, отдаем лояльным заказчикам, и уже в процессе тестирования непосредственно на сетях, например, нам подсказывают, ну, хотелось бы вот такую вот функцию еще иметь, там, хотелось бы вот это вот немножечко доработать, не так, как у других сделать, вот под нашу сеть там сделать. Пожалуйста, мы все это делаем, дорабатываем. Да, релизы выходят каждые два месяца в свободном доступе на нашем сайте, какие-то специальные доработки мы делаем в виде, то есть нерелизных версий, а потом уже заносим этот функционал за релиз и выпускаем чуть позже. Это, в принципе, вопрос уже отточен, и мы работаем по такому принципу. А чтобы закрыть окончательно тему экскурсии, тут вопрос поступил, посомневаюсь, что у всех слушателей, берете ли вы деньги за билеты на экскурсию? Хороший вопрос. Да, мы бы с удовольствием доплачивали за то, чтобы к нам приходили, а потом всем своим друзьям, коллегам о нас рассказывали. Поэтому экскурсии проводим бесплатно, ждем всех желающих, обязательно проведем. Ну, после этого, я считаю, грех не зайти. На самом деле, я думаю, что самые внимательные слушатели уже заметили, что сегодня наш главный любитель железа Макс совершенно молчит, это просто потому, что он впервые пожалел, что он живет в Москве. Нет, он не скручил в Сибирск ездить. Он просто сидит и плачет. Коллеги, также, помимо экскурсий, да, бесплатных, пожалуйста, всегда. Здесь грех будет не сказать, что мы проводим обучение. Примерно раз в квартал по всей линейке оборудования проводим обучение. Проводим обучение бесплатно для тех, кто приобретает наше оборудование. То есть, да, компания выгребает определенный объем оборудования, мы проводим это обучение. Это тоже очень хороший такой козырь. То есть, прийти может кто угодно на это обучение? Ну, я так понимаю, какие-то квоты есть, да, на количество людей? Да, конечно. Как правило, от компании там один-два человека отправляются на обучение, и это обучение мы проводим бесплатно, как раз для покупателей нашего оборудования. Ну, и группа набирает порядка десяти человек. То есть, больше, ну, проблематично уже. По каждой линейке оборудования в отдельности, получается? Да, 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 конечно. А учебный центр только в Новосибирске? На данном этапе да. Но надеюсь, что в скором времени тенденция требует открыть учебный центр и в западной части России. Да, конечно. Несколько раз мы проводили обучение в Петербурге, в Москве, но это более предметное обучение по определенному продукту, когда собирали определенные полуучастников. Ну, а тогда уже определенную плату мы брали за то, чтобы покрыть отраты на командировку, на аренду помещений и так далее. И мы отправляли специалистов, они проводили обучение. Но все же это скорее исключение, чем практика на сегодняшний день. Ну, здесь можно только пожелать вам скорейшего расширения на остальные города. Да, спасибо. Мы как раз думаем об этом. Может быть, в формате вебинаров будем проводить обучение. Вот, рассматриваем пока такие возможности. Интересно. Слушайте, ребята, Артем, Александр, у вас в черных куличках находится на самом деле офис. Удобно добираться? Расположение замечательное. Мы находимся в лесу. Это я заметил. У вас из окон видно отличные очень березки. Да, да, да. Огромное их количество. Раньше к нам прибегали белки с таями, но с недавних пор мы начали испытывать наш Wi-Fi до решения. Что-то их стало поменьше немножечко. Вряд ли это, конечно, сильно связано, но может быть. Но это замечательно, действительно, когда на обеде можешь выйти, прогуляться по лесу, развеется. Да, дополню, что у нас от площади Калинина, метро ближайший, ездит служебный автобус по утрам и для всех сотрудников бесплатно, то есть и для гостей. Прямо привозят до двери LTEX. И, соответственно, обратно увозят в 6 вечера и в 8 вечера. Поэтому проблем с трансфером не бывает. Вот так вот. Слушайте, уже захотелось карту Новосибирска открыть. Хоть бы понять, о чем вы. Да вы лучше приезжайте сразу, что-что. Все покажем. Да, если буду пролетом, то можно. Почему же нет? Так, ребят, ну мы тогда плавно приближаемся, собственно, к основной теме, раз уже зашла речь о экскурзии. Наверное, вам нужно немного рассказать вообще о себе, о том, чем занимается компания. Может быть, там очень коротенько историю ее представится, чем вы занимаетесь, что интересного. Да, то мы так с новостей так сползли сразу к вам. Давайте еще, я быстренько, буквально дайте мне, пожалуйста, минутку. Я хочу сказать отдельное спасибо Вадиму Петрову, который вступил в ряды наших почетных патреонов и теперь поддерживает наш проект. Спасибо тебе большое, Вадим. А также, если кто-то не знает, мы еще же запустили в Телеграме свой собственный канал, куда вот на данный момент, я смотрю, набилось 262 человека, якобы более-менее постоянных читателей. Я все хотел сделать скриншотик канала, когда там будет 256 человек, но это число случилось на ночь, когда я встал с утра в 260-м. Так что красивая циферка была ухущена. В общем, присоединяйтесь к нам в Телеграм, будем всем рады и передаем слово гостям из ЛТЭКСа. Ну, подожди, раз уж пошла такая пьянка, я расскажу про то, что у нас есть форум, который, кстати, к CCA относится мало, но про вопросы все равно падает очень много. Есть форум.linkpam.ru, поэтому любые темы, которые вам хочется обсудить, сейчас обсуждаются там. И там пользователей чуть больше, уже 395. Вообще, я был удивлен, я не думал, что форум заживет своей жизнью практически без нашего участия. Опять же, Антон Клочков его поддерживает, сейчас модерирует, пишет ай-яй-яй, тому размещает запрещенную информацию. Заходите. И теперь, я думаю, можно переходить к гостям. Да, коллеги, еще раз вам спасибо, что пригласили нас поучаствовать в подкасте. Очень рады возможности лишний раз рассказать об ЛТЭКСе и познакомить ваших слушателей о нашем оборудовании. Может, кто-то уже и знаком. Вот тогда немножечко повторим и о новинках. Собственно говоря, ЛТЭКС. Мы более 20 лет уже занимаемся разработкой, производством телекового оборудования. Трудится у нас на предприятии более 400 человек. Это разработчики, инженеры, инженеры сервисных центров. Осуществляем разработку действительно полного цикла. То, о чем Марат говорил с Натальей, они видели на производстве своими глазами. С нуля мы осуществляем разработку схемотехнических решений, разработки плат, написание софта. Осуществляем все тестирование оборудования и отправляем его уже в продакшн. И самое главное, осуществляем поддержку. У нас русскоязычная поддержка. Мы здесь находимся в Новосибирске, собственно говоря, по середине часовых поясов. И можем таким образом постоянно быть на связи с заказчиком, с нашим. Собственно говоря, что же мы разрабатываем, производим. Производим мы телекомоборудование очень широкого спектра. Это и оборудование для пассивных хатнических сетей. Джипон, Турбо Джипон. Производим как станционное, так и абонентское оборудование очень широкого спектра. Производим коммутаторы различного уровня доступа, коммутаторы агрегации, коммутаторы ядра сейчас у нас на разработке. Я думаю, что в этом году должны будем его уже запустить продакшн. Имеется у нас оборудование для беспроводного доступа. Это Wi-Fi решение, как indoor, так и outdoor решение. О них я уже скользко упоминал. Это направление у нас молодое и очень ненамесен сейчас развивается. Много куда отдаем на тесты, много уже где инсталляций коммерческих существует. Решение очень успешное. Также у нас имеется направление ВАИП. Это традиционное ВАИП-оборудование, абонентские ВАИП-шлюзы, транковые шлюзы для подключения к телефонным сетям общего пользования. И отдельно отмечу наш софт-свич. Его наши программисты, наши разработчики написали полностью сами. Написали на языке R-Lang. Замечательная вещь на самом деле. Кто не знаком, кто хотел бы узнать, что же такое российский наш софт-свич, мы предлагаем тестирование. Всегда бесплатно, всегда с поддержкой нашего сервисного центра. Также отдельным направлением разработки имеется устройство пограничный контроллер сессий SBC. Также наши разработчики его делают. Отдельно разрабатываем IPTV-медиа-центры на Linux, на Android. Домашние роутеры Wi-Fi у нас имеются с поддержкой 2.4 5 ГГц новых технологий. Тонкие клиенты также являются отдельной нашей веткой разработки. Очень конкурентный на рынке продукт. Его как раз можно применять под замену социационарных машин. Если необходимо перейти с буржуцких тонких клиентов, то всегда, пожалуйста, есть возможность потестировать. Предоставляем. Также отдельно у нас есть целое направление TDM-оборудования, различные цифровые станции и устройства для передачи потоков E1 по каналу Ethernet. Это мы можем производить. Также мы разрабатываем единую систему мониторинга управления всем нашим оборудованием. Все оборудование, которое мы производим, мы можем его объединить под одной системой, тем самым позволив оптимизировать затраты на администрирование, повысить уровень отказа устойчивости. То есть под наше оборудование мы рекомендуем использовать также систему мониторинга управления. Собственно говоря, это такой небольшой срез по нашему оборудованию. Если есть какие-то вопросы более предметно по ним, по каждому ответим. Артем, заявлено, что ты руководитель направления VoIP, да? Да, 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 все верно. А наша слушальница из прекрасного города Сочи вот прямо тебе написала. Отлично. Давно работает со шлюзами, слоев шлюзами LTEX. Все с ними хорошо и намного они стабильнее китайских QTEK'ов. Но что за изверги у вас пишут меню интерфейса? Понял вас. На самом деле немалая доля коллективного участия в разработке нашего меню интерфейса, потому что мы очень сильно прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов. Поэтому, возможно, кому-то это понравилось. мы собрали определенный пул пожеланий по доработке в интерфейсе и, собственно, запилили. Если есть пожелания у слушательницы из Сочи, то она может прислать эти пожелания и мы обязательно их рассмотрим. То есть, если этой доработкой заинтересуются, наши разработчики, это действительно будет целесообразно и принесет какой-то профит в дальнейшем в эксплуатации, то мы это сделаем. Вам нужно, как Apple, диктовать пользователям ваше видение красивого и удобного. Или взять дизайнера на интерфейсе. Я так понял, его нет. С дизайном в России всегда довольно сложно все обстоит, но мы привлекаем обычно очень квалифицированные кадры. И я отдельно отмечу, что роутеры, домашние роутеры, абонентские ваид-терминалы, именно CPE-форматы, они все управляются, мониторятся системой и мониторингового управления от XACS по Тер-69. Поэтому, в принципе, для оператора связи не должно быть важно, какая именно вебка у каждого единичного этого терминала. Достаточно наслаждаться нашим универсальным веб-интерфейсом системы мониторингового управления. Он, в принципе, достоин. Ну, кстати, наша слушательница из оператора связи. Тогда я предлагаю слушательницы из Сочи протестировать систему от XACS как раз на 100 устройств CPE она предоставляется бесплатно, в принципе. Это достаточно для того, чтобы ознакомиться со всем функционалом и понять, что это замечательная система. То есть все для людей красота. Да, у меня коллега безумно доволен тем, что у вас в Settop Box устроены P2P клиенты. Он не просил отдельное спасибо передать, но я думаю, он это имел в виду. Мы тоже это ценим, да, для себя стараемся. Витем, вот вы делаете, ну, то есть действительно очень много оборудования для всего на свете, а с чего вообще пошел LTEX, что было первое и что потом приросло. И откуда он вообще пошел, откуда он взялся, кто лежал у корней. Мы этот вопрос на экскурсии тоже задавали. Да, собственно говоря, все наши основатели, они же наши собственники, все из Новосибирска. Начиналось все с энтузиастов, да, с СИБГУТИ, кто-то учился, кто-то с НГТУ частично, и начали, собственно говоря, да, компания основана с собой энтузиастами. В начале 90-х годов были, все наши основатели работали на производстве. Кто-то работал в СИБГУТИ, кто-то на заводах, связанных с телекомом, и были заказы на разработку небольших АТС, с ТДМ-оборудования. Собственно говоря, вот с этих заказов все и началось. Затем пошел уже более глубокие заказы. С 2000-х годов нам очень помогал Ростелеком, направление ПОН, ДжИПОН-оборудование, собственно говоря, и было образовано, и сейчас находится на таком уровне, на котором оно сейчас имеется, благодаря компании Ростелеком. Довольно долгое время они были чуть ли не основным нашим заказчикам, мы во время начали диверсифицировать производство, открыли отдельный коммерческий отдел, который занимается именно поиском альтернативных заказчиков, не только Ростелекома. И таким образом расширяли уже влияние по всей России. Александр, может быть, ты добавишь еще? Да, конечно, могу добавить. Ну, по поводу того, что позже удалось переехать в новое здание, то есть уже полностью наше отдельное производственное здание. До этого мы располагались в технопарке, где у нас тоже находились производственный комплекс и все наши разработчики. Ну, основополагающим, конечно, заказчиком это был Ростелеком. Но уже, начиная, как Артем сказал, с середины 2000-х годов, мы вышли на альтернативный рынок операторов связи и удалось заполнить нишу в этом сегменте. То есть Ростелеком выступает тестировщиком всего вашего оборудования по большому счету, да? Изначально да. Ну, сейчас уже это уже не так, потому что уже много компаний, клиентов наших, которые также тестируют, помогают нам с развитием нашего оборудования, то есть указывают на какие-то недостатки, пожелания. Мы все это собираем, аккумулируем и вкладываем в наш продукт, чтобы он был еще лучше, еще перспективнее и удовлетворял требования всех заказчиков. Да, очень много действительно сейчас энтузиастов по России, которые очень оценили наши продукты, наше оборудование, наше решение и все новинки, которые мы производим, обязательно отправляем им в первую очередь. Ну, соответственно, чтобы выявить какие-то, может быть, недостатки, посмотреть работоспособность решения на реальной эксплуатации. Благодаря таким энтузиастам и как раз у нас и двигается разработка. Спасибо им большое. за это. А есть ли у вас какое-то оборудование, которое вы конечным пользователям продаете, а не операторам? Пока мы не вышли на B2C рынок, но возможные как раз кандидаты для этого это наши IPTV медиа-центры и домашние роутеры. Вот именно, скорее всего, с этого направления пойдет выход B2C-сегментов. А сейчас у вас домашние роутеры это только как джипон окончания или есть уже такие домашние домашнего плана там с Ethernet оператором? Серия RG FG34-54 это именно есть как с SFP-портами, так и с гиабитными портами. Это не джипон, это именно абонентские роутеры, то есть Wi-Fi и так далее. Да, и по большей части с поддержкой VoIP, на них есть разъемы FXS для подключения телефонов, но также вот устройства мы производим и без поддержки FXS-портов. У нас в чатике вопрос релевантный к этой теме. Чем Turbo G-Pon отличается от G-Pon и что это вообще такое? Можете в двух словах рассказать? Да, я по этой теме расскажу. Turbo G-Pon это изначально была ветвь PON в LTEX без приставки Turbo это Gigabit Ethernet PON это стандартизированный формат Ethernet изменен заголовок кадра и по сути это немного модифицированный кадр Ethernet передается по сети всеми прилегающими ему свойствами. Что касается направления G-Pon Gigabit PON это стандарт IT-UT984 который стандартирует сеть Gigabit PON в формате заложена и здесь подобная структура кадра и совершенно разные технологии в первую очередь отличия по скорости передачи то есть G-Pon это чистые 2,5 Гбит на порт до абонента в G-японе это 1 Гбит но нашими разработчиками был доработан этот продукт до скорости 2,5 Гбита поэтому мы назвали его Turbo G-япон то есть это ваша проприетарная разработка только ваши латишки ваши латишки можно сказать и так это частично стандартизированный протокол который мы используем но сейчас тенденция идет к тому что большее развитие получает именно G-Pon хотя Turbo G-япон тоже широко используется мы его очень поддерживаем и тоже развиваем различия есть именно в самой структуре то есть о совместимости тут речь не идет никакой нет конечно оборудование Turbo G-япон и G-пон если говорят совместимость ONT и OLT они не совместимы совершенно в чем преимущество G-япон перед G-поном почему вам не использовать G-пон тем более что скорость у него выше а для абонентов в принципе без разницы что у вас там на магистрале изначально был разработан именно G-япон это Turbo G-япон и он очень широко примирялся на сетях операторов наших клиентов и мы не можем бросить одно направление и затыкаться именно на другом также имеется различие именно в управлении в Turbo G-япон он немного проще первоначальной настройке однако если коэффицированные специалисты и при помощи нашей техподдержки всегда можно запустить узел G-пон то есть здесь уже как бы не стоит бояться да что он немного сложнее в конфигурировании в принципе обе технологии поддерживаются но именно большее развитие получает именно G-пон это нужно намотать спасибо так ну тогда пойдем наверное дальше по теме по теме по темам выпуска в целом понятно чем занимается компания пожалуй следующий вопрос это как вы себя позиционируете на рынке так ну пожалуй начну если что Артем дополнит мы позиционируем себя на рынке как российский производитель оборудования связи как бы это ни звучало недавно по критериям то есть Ростелекома мы получили статус отечественного производителя на серию наших продуктов в том числе коммутатор 3124F оптический мы производим оборудование как для операторского класса так и для корпоративного сегмента это и сетевое оборудование как уже упоминали так же и телефония мы конкурируем то есть на рынке с такими компаниями как Делинк в некоторых проектах можно даже конкурировать с ЦИСКО по некоторым моделям критериям и в принципе вот таким образом мы позиционируем себя на рынке или ком я думаю вопрос всяких сертификатов которые требуют российские операторы российское законодательство ритуальный что по этому поводу ну да естественно в стек в ФСБ ну в стек в ФСБ это вопрос пока что в работе так сказать но все сертификаты которые требуются на сетях операторов да стандартные сертификаты наши они все конечно же имеются на каждую линейку можно даже на нашем сайте по каждому продукту посмотреть по поводу стек в рабочей стадии как говорил на первую очередь скорее всего это будет на нашей линейке ESR то есть сервисные маршрутизаторы что касается сертификатов ФСБ скорее всего тоже на них но чуть позже ESR это одна юнитовая маршрутизатор да стоечная да да все верно это серия ESR ESR 1200 и 100 и еще будет 1200 и в перспективе 1700 разработки скорее всего да это сервисные маршрутизаторы можно чуть позже потом на них остановиться да и по требованиям законодательства для оборудования телефонии все декларации соответствия все требования от ФСБ для телефонии у нас есть то есть поддержка СОРМа приказа 268 также присутствует и хочу заметить то что у нас есть решение на базе транкового шлюза СМЖ 1016 либо 2016 на котором можно сдать свою станцию по современным требованиям СОРМ с минимальными в принципе вообще затратами то очень такое интересное решение А вот раз мы заговорили про корпоративный сектор я вот люблю у всех спрашивать вот смотрите то есть если я решил построить посреди поля завод где ничего нет то есть готовы ли вы оборудованием вот своим оборудованием полностью закрыть мои сетевые нужды то есть вот Wi-Fi провода там ну ядро вы говорите уровни ядра у вас уже есть разработки какие-то да конечно комплексный проект мы можем реализовать на своем оборудовании отлично а были уже примеры да есть ряд предприятий также промышленных которые проводили модернизацию линии ШПД линии телефонии и здесь полностью мы моновендерно зашли в эти предприятия то есть это реально существующие компании которые сейчас полностью на Элотексе работают так а насколько вот больно скажем так переучиваться на вот ваше оборудование там вот людям которые всю жизнь с цисками работали ну если говорить про циска да то есть то у нас так сказать на коммунаторах интерфейс хош частично да то есть в принципе особого труда не составит переучиться на оборудование Элтекс причем мы можем как бы оказать комплексную техподдержку по настройке и так далее и также провести обучение для наших заказчиков поэтому здесь особого труда не составит главное желание так сказать и потребность если есть да то есть так сказать импортозамещение модное слово да подстегивают многих заказчиков отдельно скажу также что мы предоставляем оборудование в тестировании всегда пожалуйста берете коммутатор тестируете его на своей сети мы инженеров своих подключаем которые тут же следят за тем как все у вас хорошо идет если какие-то вопросы можно позвонить написать в любое удобное время и быстренько мы поможем эту тему то есть переход постараемся максимально сглаживать то есть там у вас можно и надеяться что и синтаксис похож да? да-да синтаксис похож особенно на компьютерах доступа цискалайк так сказать просто я вот заметил интересную тенденцию у вас на сайте вы все очень любите сравнивать с длинком свое оборудование ну длинк это один самых популярных сегментов именно в части доступа да в ттб поэтому тенденция такая что очень много операторов именно используют именно длинк ну это опять же вопрос позиционирования все таки по стоимости если смотреть то мы считаем дешевле себя чем циск хуавэ авай скротел этих товарищей и находимся как раз на уровне длинка и кутеча но по функционалу соответственно здесь мы выигрываем и по сервису остальному то есть мы во-первых в России все это дело производим у нас широкий функционал который мы можем кастомизировать под заказчика русскоязычная поддержка которая в Новосибирске находится то есть в принципе проприентарщины никакой не используем но в любом случае это на усмотрение заказчика кстати а поддержка у вас бесплатная для заказчиков да конечно поддержка бесплатная но опять же у нас есть специальные пакеты которые мы продаем как раз индивидуальная поддержка и сопровождение то есть она как раз может тебя включать 24 на 7 которые мы жестко рекоментировали но речи в СЛА да 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 вот как раз они и есть а поддержка в обычном формате она абсолютно бесплатна то есть вы поддержите все продукты по любой глубине вопросов бесплатно если хотите там чтобы были СЛА то соответственно платите да 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 конечно конечно то есть СЛА это отдельный уже продукт который мы продаем он стоит своих денег а если вот вы говорили что есть оборудование аналогично некоторым линейкам ЦИСКа можно чуть поподробнее что именно есть сравнимое с их с их оборудованием по ЦИСКа я думаю здесь корректнее будет сравнивать оборудование ШПД от Александра Князева что касается телефонии то это шлюзы Линкси 112 они же ЦИСКа насколько я знаю есть у нас альтернатива допустим ТАУ-2 наше устройство которое очень хорошо замещается пожалуйста да кстати хотел бы отметить это устройство его тоже кстати можно даже продвигать в сегмент B2C поскольку оно через себя ну оно представляет полный трипл плей услуг через него даже IPTV можно гонять то есть ставя дома такое устройство можно получить и LAN-порт и телефон подключить и IPTV приставку да да работает в режиме роутера режиме приезжа как угодно настраивается довольно функциональная вещь а если говорить о чем-то покрупнее да здесь больше уже коммутаторы я про них могу сказать да ну что касается коммутаторов да наша линейка коммутаторов доступа это постовый доступ 1.24M и в сопутствующей модели и гигабитный доступ в 1.24M здесь можно если сравнить так вот глобально да с Cisco например можно сравнить с серией 2960 Catalyst то есть это вот наша линейка 2.24M и 1.24M также есть модели с PoE PoE Plus это модель 2.24P суммарный бюджет PoE 350W на все порты если говорить о коммутаторах агрегации да L3 там уже есть OSPF RIP маршрутизация статическая маршрутизация это можно сравнить наверное с серией 3750 Cisco ну если образно то вот так вот что касается маршрутизаторов это линейка ESR они то есть чем-то схожи с Juniper SRX серией расскажите еще отдельно про Wi-Fi контроллер свой потому что тут на службе вопрос от слушателей на самом деле просят очень видимо интересная штука Антон Клочков на самом деле там очень много вопросов задает но это был первый Wi-Fi контроллер прям видимо заживое его что-то задело в нем насколько я смотрю что он у вас реализован именно в программном виде не в железном или не так смотрю да все верно к сожалению с нами нет коллеги из направления БШПД да он именно это софт разработка наша полностью наша то есть поддерживает до 100 тысяч точек доступа можно объединять точки доступа в кластер до 64 точек с помощью этого контроллера легко разворачивается легко управляется собирает графическое представление статистики о параметрах сети коротко так ну и плюс там на крипте в портале заворачивает регистрацию пользователей все знаем да что вышел закон обработки этих данных о том что без паспорта теперь в Макдаке в Wi-Fi не идет ну да 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 в таком духе да у нас есть я знаю существуют какие-то механизмы для решения как раз таки этой задачи но здесь я вряд ли вам смогу подсказать наши специалисты как раз по БШПД смогут более профессионально рассказать как решать эту задачу решение если интересно можете оставить контакты свои мы обязательно подскажем кто сможет более детально поговорить по Wi-Fi слушайте а вы за пределы России когда-нибудь пробовали выходить или думали об этом хотя бы в СНГ ну мы не только пробовали мы туда вышли уже да что касается наших зарубежных проектов у нас есть ряд проектов это в странах ближнего зарубежья то есть это Казахстан и Украина и Белоруссия Латвия в Чехии есть проекты и наверное из основного все в Казахстане у нас также есть в Алатау в Алатау тоже отдельное производство тоже продвигаем вооружение на рынок страны СНГ и ближнего зарубежья да вовсю выходим на заграницу так сказать по Казахстану у нас есть там небольшой завод который также работает на локальный рынок под казахтелеком очень большие проекты реализовываются также например вот мои проекты которые идут сейчас в Латвии разворачиваем в АИП-сети там у них в стране конечно не так разлита IP-телефония но вот как раз сейчас идет модернизация идет переход активно в эту сторону и как раз наши решения там очень хорошо прижились может быть еще и курс помог конечно же в Азербайджане в прошлом году мы запустили наш софт-свич в позапрошлом прошу прощения как раз обслуживали абонентов олимпиады которая проходила в Баку европейская олимпиада то есть в принципе примеров довольно много уже ребята LTEX да я так понимаю продает не только оборудование вы продаете решения да целиком там либо по вайпи либо по вайфай да конечно стараемся предоставлять именно решения которые затем транслируют интеграторы какие-либо операторы применяют на своих абонентах продаем не оборудование действительно продаем решения вот хорошо заметили вы сами в качестве интегратора выступаете или обычно вы там предоставляете стандартное решение какую-то схему и другие люди этим занимаются это наиболее лучшая схема работы для нас как предприятия как разработчика вендора где мы производим оборудование производим решения а затем интегратор уже эти решения применяют не могу сказать что стопроцентно мы все отдаем интеграторам потому что есть некоторые проекты где мы непосредственно участвуем в этапе внедрения потому что технологии все-таки новые технологии к которым нужно привыкнуть не у всех интеграторов к сожалению пока еще есть квалифицированные специалисты которые могут эффективно все настроить все сделать слушайте я там услышал разночтение про ударение ударение LTEX или LTEX все-таки все же LTEX будет корректнее хорошо спасибо слушайте а вот мы столько много говорим про всякие проекты реализованные а есть вот так чем похвастаться вот где никакими обязательствами вам не запретили название говорить что-нибудь такое чтобы все прямо особенно с техническими деталями но это само собой нет на самом деле у нас есть ряд заготовок но я думаю что в скором времени все равно это станет известно то есть это госструктура федеральные структуры по нескольким у нас крупные проекты по всей России в конце 2015 года и в этом году ну это федеральные государственные структуры которые всем прекрасно известны но я думаю о них все равно рано или поздно вы узнаете потому что мы хотим эту информацию донести на новостных источниках и так далее а что касается небольших проектов локальных например это интересно если у нас аквапарк строится новосибирский большой мы систему видеонаблюдения сделали на наших коммутаторах МЕС-2124P с поддержкой ПОЭПОЭПлюс то есть полная система видеонаблюдения будет на LTEX так один из интересных который в голову пришел проект может быть Артем дополнит еще что-нибудь да это больше корпоративному сегменту я дополню тогда из операторского в принципе все основные операторы связи сейчас так или иначе используют решение LTEX это конечно же Ростелеком в первую очередь по Сибири здесь практически полностью полн оборудования Ростелеком и наши мы активно выходим по всей России мы в тройке победителей по поставке оборудования Ростелеком как раз полн оборудования операторы ТТК МТТ вот МГТС например для них мы разработали отдельно оборудование отдельно новое устройство сделали прям полностью под их проект это устройство SMG4 устройство предназначено для транскодинга потока Е1 в СИП и они применяют его для подключения как раз старых АТС абонентов где уже накладно поток Е1 тянуть до абонента они его загоняют в IP-сеть и по СИП протоколу уже передают до абонента а там при помощи устройства SMG4 МГТС преобразует поток Е1 передают его по СИП уже по транспорту по своему экономлю на этом значительные суммы и заказчику приходит СИП он его преобразует при помощи устройства SMG4 обратно в потоке Е1 и подключает уже к своим старым АТС то есть вот это решение мы разработали с нуля и сделали для МГТС они закупили огромную партию этого оборудования сейчас применяют также тот же МГТС он приобретает у нас ваип-шлюзы различной плотности на 8 портов FXS на 72 порта FXS и так далее с МТТ у нас масса проектов идут по строительству военных городков были проекты где также мы станции предоставляли на эти проекты по строительству различных код-центров контакт-центров где вот требуется высокая интенсивность обработки вызовов мы применяем там решение SMG-2016 с характеристикой F90CPS CooperSecond соответственно эти решения они устанавливают на системах автоматизированных обзонов на системах где требует высокая интенсивность то есть в принципе вот у вас кто провайдер домашний если не секрет Новотелеком вот про новотелеком скажу да мы активно сейчас внедряем как раз коммутаторы это зернокоммутаторы линейки MB то есть это МЕС-2124MB то есть это коммутатор доступа 220 вольт питания у него и у него есть ввод питания 12 вольт то есть встроенный бесперебойник так сказать подключается аккумуляторная батарея с возможностью подзаряда батареи защита от глубокого разряда батареи с мониторингом по SNMP состояния АКБ и получается такие коммутаторы ставят в дома и если пропадает электричество 220 вольт то переходит переключение на резерв такая линейка у нас недавно запущена это как постовые коммутаторы 1.24MB так и гигабитные 21.24MB А для чего это нужно если отключается питание то как бы абоненты все равно не могут пользоваться обычно же Wi-Fi там точка стоит она тоже выключается Обычно да но зачастую то есть до абонента когда приходит да все равно некоторые сервисы требуют то есть отказывают стоящий узел коммутаторов все равно это обусловлено то есть да хоть он не может пользоваться но например с ноутбука он может подкрутиться если напрямую например заведен линк может быть не очень корректный вопрос но что заставляет тот же новый телеком выбирать вас вместо длинка того же на доступ я думаю здесь может быть вопрос именно поддержки сервисного обслуживания также очень актуальный вопрос это ремонт это гарантированная замена там если это очень важный узел то это встречная замена оборудования да то есть которая всегда у нас имеется на складе который мы можем произвести если у нас нет наличия и также ремонт в нашем предприятии осуществляется я думаю здесь вопрос географии ну и соответственно цена при по цене это отдельный вопрос ну например с длинком мы можем конкурировать в некоторых проектах с набившей всем оскомину каталисты 2960 по функционалу по цене ну окей там хотя бы по цене это естественно мы дешевле если посмотреть сколько стоит каталист по функционалу то есть лейер 2 у нас полный пакет необходимых услуг это и 82 опция DHCP это и всевозможные протоколы STP это EAPS LGMP Snooping и весь необходимый L2 функционал он имеется на борту и достаточно хороший кстати когда заговорили про батарейки я вспомнил что мы когда готовились к подкасту кто-то хотел рассказать что у вас была какая-то очень увлекательная история с появлением грозозащиты на свечах да тоже верно это когда мы доработали грозозащиту на наших коммутаторах это сейчас линейка с аббревиатурой M ранее они были без грозозащиты то есть на всех портах медных у нас стоят газовые разрядники и поддерживают то есть скачки напряжения до 6 киловольт на всех коммутаторах домовых у нас есть такая защита если не ошибаюсь она появилась благодаря просьбе заказа компании SkyNet которая имеет у себя на сети порядка 3-4 тысяч таких коммутаторов именно аксессор как раз таки на замену D-Link Тербургский интегратор компания Modul внедряла это решение кто не знает SkyNet это огромный провайдер в Санкт-Петербурге а не то что вы подумали да да 4 тысячи коммутаторов в любом случае это такая внушающая цифра я думаю на Telecom не меньше такой серии а если заказчик хочет какую-то дополнительную дополнительную функционал разработать он платит за функционал или платит только потом за конечный продукт ну точнее за разработку или за продукт как правило да как правило заказчик обосновывает свое пожелание о разработке о доработке функционала какие-то юзкейсы предоставляет и мы уже смотрим если это решение будет востребовано рынком то будем делать это бесплатно но соответственно нужно будет подождать какое-то время потому что есть определенный roadmap которому следуем мы его втыкаем доработку в roadmap если же это узкоспециализированная доработка то это да отдельно согласовывается и мы дорабатываем всегда идем на это но как правило основные доработки у нас идут на безвозмездной основе например сделали доработку для крупного военного предприятия на Урале он находится там как раз был проект комплексной модернизации линии ШПД и телефонии там использовался наш софт-свич на предприятии 15 тысяч сотрудников работает на 15 тысяч номеров практически мы делали необходимым был селекторные совещания селекторные совещания такие как вот были приняты с совковых ремен да когда один участник селекторного совещания зажав кнопочку говорит а все его слушают и нужно было сделать не менее 150 участников этого селекторного совещания и мы этот функционал реализовали на базе нашего софт-свича то есть как отдельные дополнительные опции сделали селекторное совещание то есть можно собирать его как с панелей таких директорских секретарских панелей стоит телефон и к нему панели расширения на все 150 кнопочек так и удобненько через веб-интерфейс то есть заказчик это очень оценил и теперь эта функция доступна в принципе и остальным пользователям слушайте а если вот обратная ситуация если вот этот зубко-секретный военный заводик вот захочет вот какую-то такую функцию чтоб там вот пяткой через ухо и в подмышку вот и чтоб она потом никому не доступна была можно вот так все что угодно объемы господа пожалуйста ресурсы для нас есть у нас есть у нас здесь и разработчики софта и разработчики железа то есть в принципе мы можем сейчас очень плавы ну ты положа руку на сердце это проклятый кризис вам так помог или вы гораздо раньше начали расти так вот здорово до таких объемов думаю что был задан вектор еще в 90-е годы в начале 2000-х на развитие и вот он как раз сейчас себя оправдывает кризис не сказать что сильно подмог потому что помимо того что конечно долларовые цены выросли очень сильно все же сократилась покупательская способность и те бюджеты которые были изначально запланированы на закупку нового оборудования они возможно пошли уже немножечко в другое место поэтому не скажу что мы очень сильно выросли на кризисе с другой стороны есть заказчик которые сидели например на циске да то есть и функционал достаточно было поставить комбутаторы LTEX и мы как бы реализовывали много проектов именно на LTEX и как бы в рамках импортозамещения так сказать то есть заказчик смотрел в сторону отечественного производителя и мы поставляли оборудование да если уж импорт растет с курсом то динамика цен допустим на LTEX ну не такая же она гораздо меньше порядка 30-40% если не ошибаюсь все верно да все верно но учитывая что у вас все-таки импортная комплектующая тоже должна была цена вырастить конечно у нас есть частично зависимость от импортной составляющей то есть от долларов это и чипсеты но так как у нас локализация производства все-таки в России и до Новосибирске мы можем компенсировать и не на 100% зависеть от текущего курса и как-то более гибко оперировать да и опять же не надо забывать то что довольно весомая составляющая это мозги это и разработка и функционалы и софта и так далее вот это все делается российскими специалистами которые не на долларовой зарплате сидят вот поэтому все хорошо а вы кстати себе специалистов как-то выращиваете то есть вы с университетами взаимодействуете да да вырасти специалисты вот это та еще задача как оказалось нетривиальная хоть и у нас наукоград считается и академгородок рядышком и институтов довольно много институты связи и НГТУ специалистами все же имеются определенные проблемы выращиваем их следующим образом начиная примерно с третьего курса у нас имеется летняя школа когда студенты могут приходить к нам и собственно говоря трудоустраиваться получать даже по-моему зарплату если если вас не обманут на полставки да как практика да кем они могут устроиться да хоть кем хоть сборщиками да да было бы желание так сказать я кстати видел молодых ребят у вас на стадии тестирования конечных уже устройств там они просто берут молодые парни составляют устройства втыкают в них питание втыкают в них азернет кабели и потом заливают скрипты на них прогоняют тесты так что я думаю это один из кейсов где они могут тестовая лаборатория на производстве скорее всего да когда уже готовые устройства таким образом проверяют доливает на них прошивку а вообще да то есть мы у нас есть сибути университет да который я там все закончил есть кафедра отдельно при помощи опять же Ростелекома кафедра ЛТХ по настройке оборудования и так далее также проводятся курсы для студентов на базе университета касательно сибути и мы таким образом привлекаем молодых специалистов обучаем их и они пополняют наш штат да мне кажется даже Александр ты ездил в Томск заманивать студентов к нам да мы ездили в Томский университет Тусур ой я его закончил да вот Андрей мы были там этой осенью и ребята очень приятно слушали нас и надеюсь что все-таки к лету они попробуют посетить нашу летнюю школу программирования приехать на курсы и попробовать всегда в такой компании как ЛТХ вот есть вопрос в чатик который коррелирует с тем что у меня назрело есть ли MPLS коммутатор у ЛТХ точнее планируете ли вы их делать ну насколько я знаю вот эти ваши ваша серия ESR она уже поддерживает да и у меня вопрос чуть шире насчет вообще операторского оборудования такого класса который стоит в агрегации в ядре есть ли у вас такое и будет ли есть ли планы на него да только с MPLS на данный момент еще на ESR у нас он не реализован то есть разработка ведется уже около года но это оказалась очень сложная система да очень сложный протокол который и я думаю что к концу года на ESR у нас появится все-таки функционал а также у нас в этом году ожидается релиз дистрибьюшн роутеров это ME5000 серия то есть это будет на нем будет да на нем будет программ аппаратная MPLS поддержка с первых версий то есть да они как раз на производстве вы могли их видеть наверное там массивные платы но будут как одноюнитовое устройство на 20-40 портов так и каркасное решение большое шассийное вот именно по заказу целиком этого же мы делаем по поводу развития операторского класса у нас широкая линейка коммутаторов как доступа так и агрегации то есть это 31 серия также у нас новая недавно вышла модель можете на сайте посмотреть это 53-24 коммутатор то есть это 24 порта 10G и 4 сороковки именно на борту хороший функционал L3 L2 он сейчас у нас бета-тестирование прошел недавно и уже мы запускаем его в продакшн постоянно будем развивать и в новых релизах дорабатывать софт до необходимого операторского уровня ну коммутатор это хорошо но без маршрутизатора сложно будет конкурировать с большими вендорами ну то есть насколько я понимаю E5000 это ваш первый такого класса маршрутизатор и вот он как раз таки сможет наверное занять эту бешу да, надеемся как раз таки если он на самом деле меня впечатлил такая большая штукенция с 12 да, я так понимаю линейными платами да, все верно то есть да, мы гордимся надеюсь будет отличное решение потому что над ним очень кропотливо работает весь LTEX можно сказать над его решением я думаю будет хорошее железо конкурентоспособное да, подход такой подход правильный то есть такой как большие вендоры используют и фабрика коммутации отдельные линейные платы модульные все здорово спасибо и отдельное внимание мы здесь выделяли системе охлаждения в общем все грамотно сейчас сделали и во время испытаний где-то даже записывали видео где такой каркас с вентиляторами включался на полную катушку и он уже взлетал такой квадрокоптер хендмейд а то вот так получилось да ну так вот убавились а как с потреблением электроэнергии при таких возможностях охлаждения я думаю здесь все учено нашими конструкторами доблестными здесь проблем с этим точно не будет но там понятное дело что будет несколько вводов питания с учетом резервирования да, то есть все как в лучших традициях целиком конечно решение делаем конкурентное кстати вы затрагивали тему МГТС что он тоже является вашим заказчиком вообще МГТС заказчик такой довольно приередливый а если ну то есть какое-то оборудование вы предоставляете им которое там не знаю не прошло наверное там очень долгий цикл тестирования как они к этому относятся или у вас все идеально стабильно всегда работает были замечания сразу скажу к нашему оборудованию когда мы проходили первые этапы тестирования все замечания были собраны систематизированы и доработаны то есть мы все замечания их исправили даже к системе мониторингового управления их там сделали доработки чтобы можно было наше оборудование подключать тоже на это пошли то есть в принципе со всеми их замечаниями мы справились они были некоторые конструктивные некоторые замечания касались только их архитектуры сети но все равно мы это сделали а в плане стабильности вообще как часто патчи выходят да что касается стабильности есть линейки оборудования которые уже довольно продолжительное время на рынке присутствуют и все детские болезни у этих железок в принципе отсутствуют все уже исправлено единственное что выходит обновление это добавляется функционал есть пожелания пользователей вот например как у Юлии из Сочи по веб-интерфейсу что-то там кнопку допустим допилить или еще сделать поудобнее мы уже ставим это виш-лист и потихонечку дорабатываем и вот именно в этом плане выходят патчи и новые обновления и мы в принципе предупреждаем то что можно и не обновляться основной функционал изменяется вот есть только эти изменения многие компании многие операторы в принципе не обновляют на новые прошивки потому что их устраивает то что есть а соответственно по устройствам которые новые выходят на рынке здесь конечно же какие-то баги возможно находятся мы их исправляем они выходят в новых версиях софта и по периодичности выхода софта здесь все-таки зависит от различных продуктов потому что оборудование очень много по софт свечу например для линейки коммутаторов например или ESR сколько там раз в месяц ESR это еще линейка такая достаточно молодая то есть раз в два месяца релиз выходит что касается коммутаторов на доступе уже весь необходимый функционал Layer 2 уже был доработан допилен и релизы все равно выходят но может быть периодически чуть-чуть меньше но если какие-то запросы есть мы всегда их аккумулируем и также включаем может быть чуть раньше можем выпустить версию немного возвращаясь к MPOS хотел спросить а какой функционал будет поддерживаться L2 L3 VPN Traffic Engineering L2 L3 будет поддерживаться ну более детально сейчас не готов сразу ответить нужно будет актуализировать информацию на каком этапе мы все-таки остановились поэтому если интересно можем это уточнить спасибо еще от Антона был вопрос про коммутаторы 48 гиговыми портами нежели нет я вот только хотел сказать что я вот как раз нашел Ltex на сайте на 48 10 гигабитных портов дороговато это коммутатор 5248 это для датацентра все равно он используется но мы сейчас все-таки рекомендуем смотреть на модель 5324 что касается доступа на 48 портов такая линейка конечно же будет это новая линейка 2324 то есть на новом поколении чипов там будут на доступе также 10 гигабитные апплинки ну SFP SFP и будет 48 портов но данный коммутатор в планах я думаю в этом году мы сможем выпустить пока что у нас линейка вся 24 портовая на доступе так у вас и датацентры покупают тоже оборудование или это на будущее задел покупают периодически да есть ну если не требуется там как правило в датацентрах же требуется коммутация там не требуется какой-то сверхфункционал ну то есть на уровень агрегации 10G да вполне я хотел спросить как насчет вот если вы делаете коммутаторы для датацентров как с технологиями которые именно для них и были разработаны типа там Trilla например реализовали Trilla это исключительно какая-то собственная разработка этого вендора если не ошибаюсь это Extreme Network это они как себе заявили как свою собственную фичу к моему нет разве не так открытый стандарт плюс его есть еще аналог его SPB что-то с паспорщик да мы еще наверное не смотрели но я думаю если будет востребовано ну все-таки да рынок для датацентров он специфический да и пока что нельзя сказать что я прям точно туда поставляю но по такие задачи определенные у нас коммутаторы вполне похожи вполне подходят и готовы помочь спасибо Саша да повторю вопрос что интересуется как у Rolltex обстоит дело с документацией потому что например у Cisco ее тонны и это один из плюсов Cisco в том числе почему ее все любят как у вас с документацией все хорошо не скажу что ее тонны но она есть и она по существу по каждой позиции по нашей по каждому отдельному продукту имеется документация документация полная абсолютно доступная бесплатно в плане доступности финансовом так в плане доступности для понимания потому что она пишется людьми для людей при том российскими для российских и все пожелания которые тут на наш портал на техсаппор попадают которые к нам обращаются заказчики говорят что документация немножечко была недораскрыта вот этот момент помогите нам пожалуйста наши ребята из поддержки помогают затем идет пожелание эту документацию дополнить она тут же дополняется у нас отдельный отдел документации сертификации имеется а то что ты говоришь доступно финансово это надеюсь значит что она дешевле бесплатного она абсолютно абсолютно бесплатная да 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 она доступна и конечно же на русском языке написанная естественно на нашем любимом русском языке да даже наоборот сейчас просят документацию собственно говоря на английском языке потому что у нас идет экспансия активная на иностранные рынки и мы сейчас привлекаем дополнительных специалистов которые переводят нашу документацию теперь на буржуйский язык я так понимаю что ваша документация подразумевает все-таки именно по оборудованию не по технологиям да то есть вот если говорить о чем я думаю спрашивал слушатели это что у циски куча документации по технологиям как работает MPLS как работает BGP и так далее у вас скорее всего только описание в принципе работы этого железа все-таки в циске далековато мы используем всегда открытые протоколы никакой флитарщины у нас нет поэтому в принципе весь функционал можно подчеркнуть официальных источников собственно говоря что касается именно конкретной железки да у нас есть в циске ну это понятно просто в циске там штат в сотни тысяч наверное которые занимаются этим вопросом а у вас 400 человек 500 к началу подкаста где вот значит было сказано что есть турбогипон который исключительно ваша разработка вот получается пример вашей закрытой технологии насколько я знаю боюсь ошибиться конечно не буду но турбогипон именно такой технологии гигабит изернепонда доведенный до скорости 2,5 гигабита дан в подлинный поток такого у других вендоров нет ну это я как бы к тому что получается технология есть и соответственно и книжка по ней тогда должна быть я думаю хороший в принципе возьмем разработку так сказать на план не вопрос в том что наверное это как-то нужно настраивать то есть хотя бы куда тыкать кстати у вас только CLI или есть управление и через графический интерфейс да конечно есть графический интерфейс на коммутаторах так же на шлюзах да на всем нашем оборудовании графический интерфейс мы же на Yoki Pop то с первым веком то с вторым а упор вы на что делаете на консоль или на графику упор все-таки изначально на консоль но в графическом интерфейсе тоже постоянно дорабатывается все необходимое что нужно основное так сказать если нужно что-то более глубокое настройка все-таки это через командную строку вот а потом девушки жалуются что котиков интерфейса мало но это уже дело привычки я так думаю кто-то вообще не переваривает графический интерфейс да 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 есть очень больше любителей цифика которые в принципе не очень любят график на коммутаторах зачем это надо есть же консолька ну в графике обычно там и десятой части настроек нету доступны в консольке да да об этом и выслать не мало вот что касается ваип-телефонии там все отлично у нас особенно в соцсвиче вся настройка через командную строку через кли она дублируется через веб-интерфейс здесь мы делаем опорки на веб-интерфейсе опять же ну да как верно от технологии все зависит а вот раз мы заговорили про ваип-технологию вот прям таки так сказать нарвались на вопрос на сайте значит петербургского представительства лтеха есть такое вот два смелых заявления в разделе про ваип то что значит лтех позволяет добиться аж почти 60 процентов экономии для городских АТС на 2000 номеров с поддержкой Сорма и без малого 70 процентов экономии для корпоративных сетей на 3000 портов у меня сразу первый вопрос возникает то есть у вас уже были был опыт внедрения на уровне городских АТС получается конечно очень много городских АТС от ЛТЭКС на базе решения СМЖ в принципе по России я могу сказать то что в месяц примерно ну что 30 наверное решений СМЖ с поддержкой IP АТС именно городского уровня у нас закупается а откуда же тогда такие вот бешеные цифры проценты экономии получаются здесь вопрос к представителям петербургского ТЭКС да с чем конкретно сравнивали я думаю что наше решение вот мы проводили анализ по рынку на базе СМЖ оно действительно по рынку сейчас намного бюджетнее основных своих конкурентов основных игроков которые в России присутствуют но что как интеграция с СОРМом я думаю да по умолчанию у нас все решения поддерживают СОРМ то есть их надо просто опционально активировать и пожалуйста сдаем на всех требуемых сейчас сертификатах Слушайте а какой уровень знаний в телефоне нужен чтобы с вашими АТС начать разбираться потому что просто например я в свое время столкнулся сначала так получилось что я столкнулся с первой телефонной станцией это была Авая а потом это был Эриксон бизнесфон который мне окончательно вынес мозг своей терминологией и всем прочим вот вы с этой точки зрения в какую сторону пошли все-таки по-людски например там не знаю как у Самсунгов Панасоников где все так простенько аккуратненько понятно или вот такая настоящая хардкорная телефония Стараемся работать по-людски юзерс-френдли так как говорится потому что делаем для людей в первую очередь и не для совсем матерых программистов программист-программисту а именно для заказчиков для пользователей различного уровня то есть не обязательно быть гуру в телефонии пройти через всех вендоров и тогда только пойти к Outex в принципе люди и с нуля приходят в Outex сразу и разбираются в наших системах кто-то с Астериско переходит пожалуйста с Аваи с Аваи у нас довольно сильно кстати похоже API интерфейс в принципе ну сравнивать не скажу что можно с чем-то сравнить все-таки решение собственное но разобраться в нем довольно-таки легко курсы обучения по SMG от 2 до 2 дней в принципе и тут и ну возьмите потестировать мы можем прислать железку посмотрите как это все выглядит а сертификат дадите после обучения обязательно зачем тогда ехать к нам учиться ну как это в Сибирь съездить там белочки у вас говорите рядом с центром бегают ну вот это красивый город приезжайте летом еще красивее да-да-да в феврале обычно приезжают впечатлений конечно поменьше вот летом я думаю будет здорово так ну что Марат что у нас еще там по темам осталось нерассмотренное я хотел запросить есть ли у вас какое-нибудь какое-нибудь желание о чем-то рассказать самим добровольно да Саша может быть расскажешь о новинках которые сейчас у вас планируются да конечно ну коротко расскажу да новиночку из эзерных коммутаторов мы сейчас работали долгое время над новой моделью доступ это вот серия 23-24 как раз которую я упоминал это оптический это как и мерный так и оптический доступ с 10-габитными интерфейсами с лейер-2 коммутаторы у которых будут также комбо-порты и 10-габитные порты на оплинк также новинка у нас это полностью оптический доступ на базе 21-24 это полностью 24 порта SFP как 100-габитные так и гигабитные грансиверы и 4-габитных порта комбо на оплинк как я уже упоминал это модель 53-24 коммутатор агрегации 10G с поддержкой 40-габитных оплинков что касается новинок из эзерных коммутаторов наверное это все на текущий момент ну так же 48-портовая модель да на доступ это 23-48 а также будут модели с поддержкой резервирования 12 вольт то есть подключение батарейки тоже над этим коммутатором работаем да из новинок по телефонии это мы ждем новый выход нового софта для софт-свича в нем мы доработали массу нового функционала пошли в сторону контакт-центра на базе нашего решения теперь можно будет построить полноценный контакт-центр на базе софт-свича и как раз первые версии этого релиза у нас запланированы ближе к лету то касается мероприятий запланированных это вебинар который кстати говоря расскажет о всех новинках наших он будет у нас 20 апреля в принципе с нашего официального сайта туда можно зайти зарегистрироваться поэтому приглашаю всех желающих принять участие в этом вебинаре послушайте как раз в наших новинках и ближайшее медийное также событие это связь xpacom то есть приходите на наш стенд уже познакомимся лично расскажу вам о всех наших новинках и продолжу что-нибудь протестировать я думаю что-нибудь интересное для каждого на нашем стенде обязательно найдется ребят прерву вашу череду хвостовства нового оборудования к нам очень сильно рвется Антон Кулачков со своим вопросом про dmvpn если вы его поддерживаете или что-то похожее он готов прям сегодня продавать циски уже свои dmvpn в чистом виде не поддерживаем ну понятно dmvpn это проприетарная технология то есть может быть какой-то аналог я думаю можно попросить Антона написать заявку да прошу прощения коллеги я повторюсь в чистом виде dmvpn конечно же не поддерживаем но на наших мультизаторах ESR это 1200 и 100 присутствует описек vpn и можно создавать туннели туннелирование в принципе можем предоставить тестирование если интересно 200 модель посмотрите что из себя представляет ну речь об IPC overgre да да но удобно его много кто использует и открытого аналога нету то есть если кто-то что-то разрабатывает то это получается тоже строго препаратарное но я думаю все равно в ближайшем будущем мы будем двигаться в данном направлении и стараемся что-нибудь сделать хуже да в принципе приходите рассказать как сделаете да спасибо вам спасибо в принципе что нас пригласили что уделили на нас время мы очень это ценим спасибо вам большое ребят у меня есть вопрос с наверное таким взглядом на будущее покойный подкаст а не хотели бы рассказать о чем глубоко техническом там не знаю как разрабатываете платы как чипы используете как программируете что-нибудь такое вот прям чтобы здесь наверное нужно привлекать наших технорей да то есть более глубоких технических специалистов я думаю в принципе можно это попробовать организовать на будущее для сравнения у нас по-моему в 11 выпуске приходил инженер техподдержки ЦИСК он очень интересно рассказывал про то как устроена передача данных на линейных платах вот что Синистр который нет нет это был Цыганенко не помню к сожалению и имя вот он хорошо рассказывал о том что такое FIP что такое сетевой процессор и так далее собственно он заложил наверное у меня интерес в этом всем разбираться и эта тема сейчас очень интересная то есть это именно по хардварной части да то есть интересно да да то есть конечно не то же самое рассказывать а вот про то какие-то особенности программирования особенности использования процессоров именно у нас например да ну просто я почему спрашиваю у вас вот оно здесь находится производство вот эти люди которые непосредственно этим занимаются они читали в документации которые могли бы рассказать да я думаю это будет действительно интересно и помимо хардварчиков которые именно с железом работают я думаю было бы интересно еще с нашими проггерами поговорить которые разрабатывают в принципе да в целом мы могли бы создать серию подкастов в которой можно рассказать про разные стороны подхода к разработке да только самое ценное у нас это конечно время наших коллег разработчиков и так далее поэтому я думаю здесь вопрос можно обсуждать ну хорошо ну тут не затравочки практика показывает что практически всегда есть какой-нибудь программист который уже как второй год хочет выговориться и не знает это точно это точно вполне возможно всегда таких людей очень интересно слушать ну в принципе я сейчас смотрю вашу группу ВКонтакте и у вас подписчиков наш начальник сервисного центра Телефонии как раз Евгений Федоркин я думаю может быть даже и ему будет интересно из практики как раз поддержки пользователей что-то рассказать но я думаю это обсуждается и действительно вы очень интересную идею закинули ну я думаю будем тогда с нетерпением ждать от вас результат еще смотрю что вы нашли нашу слушальницу из Сочи конечно не мог мимо пройти вы прослушали рекламу нашей группы ВКонтакте да и также можете найти группу ВКонтакте ВК.com слэш лтекс подписывайтесь ставьте лайки делитесь с друзьями приглашайте друзей и коллег ребят пока мы не приблизились совсем к завершению у меня вопрос по вашим планам концептуальным у нас впереди вера эпоха SDN NFV у вас есть решение софт свечей различных есть ли план на то чтобы перенести это все в облако в принципе для софт свеча особо не важно где он разворачивается на физической серверной платформе либо на облаке решение довольно универсальное как вариант как переход для виртуализации мы как раз развиваем сейчас направление виртуальных АТС как раз таки на базе нашего софт свеча возможно поднимать виртуальный АТС и сейчас идет ряд проектов с операторной связи не буду их пока раскрывать которые на базе нашего решения кара софт свеч строит свои системы виртуальных АТС это явный тренд сейчас на рынке переход на виртуальный АТС многие крупные операторы многие крупные поисковые системы о которых мы не будем говорить сейчас открывают свои сервисы виртуальных АТС ну кстати Яндекс совсем недавно купил какую-то контору и теперь тоже предоставляет да 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 вот это их очень хороший ход на самом деле молодцы потому что это действительно будущее вот вы рассказывали про то что есть коммутаторы для дата-центров и опять же к вопросу про SDN сейчас некоторые начинают искать whitebox коммутаторы которые которые как раз готовы уже к SDN есть планы так Саша по коммутаторам в этой области может быть у вас какие-то были глобальных глобальных планов нет ну они конечно наверное есть да но пока что рано говорить о том что вот прямо ближайший год это будет я думаю все равно это все рано или поздно будет востребовано да то есть мы как бы прислушаемся к нашим заказчикам да то есть к нашим крупным операторам в частности западной части где-то это уже актуально да где-то это еще до этого еще как до Китая пешком так сказать поэтому все будет зависеть от потребностей на наших заказчиков да от реальных потребностей от обращений мы конечно же за этим следим будем в эту сторону двигаться и опять же при переходе на виртуализацию стоит позаботиться о безопасности как и всегда у нас есть для этого решения как раз для построения виртуальных ТС когда мы подключаем уже абонентов непосредственно из глобальной сети интернет очень много идет подбора паролей и так далее у нас есть пограничные контроллеры сессии таки также полностью наша разработка которая осуществляет контроллер TP-трафика защиту от подбора паролей от различных DOS-атак и так далее то есть вот такие решения для виртуализации у нас присутствуют мы их как правило рекомендуем применять в связке с нашим соствичем если запускается платформа виртуальных ТС на базе нашего соствича то мы рекомендуем применять пограничные контроллеры сессии обязательно чтобы не остановить меня теперь про пограничные контроллеры также многие и корпоративные заказчики опять же используют наши пограничные контроллеры сессии например организовали узел связи на базе компании у них многие абоненты разбросаны в принципе по миру по России либо едет командировка которые будут подключаться через мобильные телефоны через СИП-фоны через любые клиенты которые будут разворачиваться на компьютерах либо на мобильных телефонах соответственно для них мы также предлагаем пограничные контроллеры сессии И у корпоратов, у многих они используются. Спасибо за ответ. Может быть, есть какие-то истории о каких-то эпических провалах, которые сейчас уже можно рассказать? Или наоборот, эпических успехах? Вот я бы хотел поделиться историей в плане комплексных решений. Вот сейчас курирую как раз проект. Летом в республике Якутия, откуда я родом, будут проводиться спортивные игры «Дитя Азии 6». Это, так сказать, спартакиада для школьников, для всего азиатского полушария. И вот совместно с местной госкомпанией будем разворачивать там 130 Wi-Fi-хотспотов. Соответственно, все они питаться будут от коммутаторов, и все под наблюдением ESR-1000. То есть полностью готовое полное решение по Wi-Fi-тизации на оборудование LTEX. Очень такой хороший проект. Да, также отдельно отмечу звук коллег из нашего петербургского филиала. Стартует проект сейчас по модернизации, по развитию, по строительству современных персональных центров медицины для маленьких детишек. Соответственно, разработан был проект в проектном институте в Москве, по-моему, полностью по строительству сети связи, по телефонии, по ШПД на базе нашего оборудования LTEX. Да, и он транслирован сейчас на всю Россию, в принципе. И будут строиться, где нужно модернизироваться эти центры полностью с нашим оборудованием. А это, я так понимаю, все госзаказы? То есть это вы, грубо говоря, там ищите тендеры, принимаете в них участие, или вы как-то сами находите такие проекты? Здесь, скорее, работа была проведена еще до тендеров, до заказов именно с проектными институтами. То есть, когда еще эта идея просто витала в воздухе, обсуждалась, уже были предложены нашими специалистами решения, как это можно сделать с нуля на нашем решении. И уже только после этого были объявлены тендеры и так далее. Ну и к тому же заказчики бывают сами, порой очень часто обращаются из, как сказать, все держат курс на импортозамещение. В частности, вот в Петербурге, в Ленэкспо, был открыт стенд, именно представляющий оборудование LTEX, который не раз замечали, как раз таки, госучреждения и различные подрядчики, в том числе и проектные институты. Вот у нас слушатели интересуются, а как же можно стать участником команды LTEX? Да, вопрос, который мы задаем всем нашим вендорам. Да, насколько фантастика к вам попасть на работу? Смотрите, вакансии, у нас очень много вакансий, в принципе, я думаю, вообще без проблем. Очень неконкретный ответ, а на какие позиции, чем заниматься, на что рассчитывать? Да, в принципе, достаточно открыть наш сайт LTEX Новосибирской, там все вакансии наши представлены. Мы активно размещены на всех площадках, и так далее. По поиску вакансий. Основные вакансии, которые сейчас требуются, это инженеры сервисных центров Телефонии, инженеры сервисных центров ШПД, коммутаторы, план-оборудование. Это разработчики. Разработчики оборудования, soft switch, например, сейчас требуется. Ищем активно новые молодые дарования, чтобы развивать наш продукт, потому что за ним будущее. Разработчики в части TV-медиа-центров, насколько я знаю, требуются. То есть как на производство инженеры для обслуживания линий производственных и сборки требуются, так и в отдел разработок всегда требуется персонал. Очень большая нехватка кадров имеется. Мы выращиваем с нуля кадры практически, с университетов, да, мы уже затрагивали эту тему. Приглашаем на стажировки, а затем, соответственно, из них уже выбираем кандидатов, которые устраиваются у нас в дальнейшем. То есть обращайте внимание на вакансии на наших сайтах, подавайте заявки, приезжайте. Будем беседовать с вами обязательно. Собственно говоря, требует устраивать. Да, есть даже отдельный ящик. J-O-V, собачка, ltex.nsk.ru. Ну, как job работает. Ну, то есть, раз вы берете даже студентов, то я думаю, что молодые специалисты, это вот как раз для них. Да, конечно. У кого-то больше опыта, вы готовы их научить, помочь? Да, да, обязательно. Обязательно научим, потому что без этого никуда. Потому что многих знаний из университетской скамьи, их недостаточно в современном мире. И обучение, оно в любом случае присутствует. То есть, главное, энтузиазм, приходите, проведите собеседование и очень хорошо адаптируйтесь к нас. Карьерный рост хороший. Я в свое время тоже с паяльником сидел и ничего. И канифоль нюхал. Да, 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 да. Ну, канифоль грех не понюхать в свое время. Все этим занимались когда-то. Да. Это у вас входной тест, определить запах канифоля? Да, да, да. Что-то. Главное, чтобы было желание развиваться и получать новые знания, и строить свою карьеру. Вовсю приближаемся к двухчасовому порогу. Незаметно пролетело, на самом деле, когда. Да, поэтому, если хотите, вам предоставляется последнее слово на рекламу или на что-то интересное. Ну, я думаю, можно пригласить всех в Москву. Да, коллеги? На выставку, да, я думаю. Да, да, да. И на вебинар наш, может быть, 20 апреля посмотреть тоже. Напомните, какая тема? Вебинар будет по всем новинкам, по всей линейке, то есть каждый руководитель направления будет читать, то есть для наших клиентов и, может быть, будущих наших клиентов по новинкам, по текущим линейкам, планы на будущее и так далее. А на выставке, естественно, можно будет вживую посмотреть, переговорить. И в рамках вебинара, собственно говоря, будут представлены все наши направления. Это и ШПД, ПОН-оборудование, коммутаторы, Wi-Fi, ВАИП, медиа, тонкие клиенты. И, собственно, там как раз можно будет озвучить вопрос по как раз аспектам законодательства Wi-Fi, который у нас сегодня появился здесь. Пожалуйста, на этом вебинаре мы его разрешим. И отдельно, да, на провыставку. Не забывайте, в Москву приезжайте, знакомьтесь с нами уже в офлайне. И ждем всех в гости. Если есть желание потестировать наше оборудование, оно действительно хорошее, наш сервисный центр вам обязательно поможет, то только скажите. Мы всегда готовы представить. Спасибо. Дорогие слушатели, если у вас есть вопросы к любому из наших гостей компании LTEX, пишите их либо им непосредственно, контакты будут, либо на info.sobacalinkmeup.ru. Мы их обязательно транслируем. Либо пишите их в нашу группу ВКонтакте. Или в нашу. Или, да, в группу LTEX. Я хочу еще раз напомнить, что у нас в гостях были Артем Спицын, руководитель проектов направления ВАИП, Александр Князев, руководитель проектов направления ШПД и Андрей Сотников, специалист отдела развития. Ребята, спасибо вам большое за интересные рассказы, за то, что вы пришли в гости и уделили нам эти два часа времени в субботу вечером. И ждем вас в гости с новыми темами. Да, коллеги, спасибо вам большое. Было очень приятно переговорить. Всегда ждем вас в гости в свою очередь. И большое спасибо за внимание. Всего доброго. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok